Об этом скалодроме рассказано уже, в общем-то, много, но тем не менее, некоторые телезрители до сих пор еще не знают о его существовании. Несколько слов буквально, расскажите о нем, о его уникальности. Ну, это единственный в Южном федеральном округе скалодром такого уровня. Единственный в Крыму такая тренировочная база. У нас есть эталонная стенка, тоже она единственная в Крыму, в Южном федеральном округе. А высота какая скалодрома? 16 метров, 16,5. 16 метров. Ну и как много уже учеников в спортшколе, которые находятся на территории спортивной школы номер 7? Как много учеников занимается скалолазанием? Ну, на каждого тренера примерно 30 человек, плюс-минус. У нас 4 тренера в школе сейчас. А возрастная категория какая спортсменов? Официально с 10 лет и старше. Но мы берем с 8, чтобы успеть подготовить. Потому что в 10 лет дети уже лезут в Россию хорошего уровня. У них лазание уже должно быть. Понятно. А до какого возраста можно заниматься? У нас в Сеостополе есть ветеран. Не скажу, как фамилия. У него что-то там за 80 лет. За 80 лет? Да. Он до сих пор участвует в ветеранских соревнованиях. И вот недавно выиграл в Судаке. И не только участвует, но еще и побеждает. Да, да. Ну, а вообще сложно заниматься скалолазанием? Какая-то нужна предварительная подготовка физическая? Может быть, дополнительные какие-то материальные вложения нужны? Это вообще дорого заниматься скалолазанием? Поначалу нет. Но физическая подготовка нужна. Мы берем детей, которые уже умеют подтягиваться. Потому что желающих очень много. И мы делаем отборы. Это спортивная школа. Из снаряжения поначалу нужен только мешочек с магнезией и скальники. Вот и все. Потом уже в процессе пойдет страховочная система, веревки, оттяжки. Это, конечно, уже требует вложений. Хорошо. Ну, вот смотрите. Мне не за 80, к счастью, пока еще. Но подтягиваться... Давно не подтягивался. Не знаю, сколько раз подтянусь. Получится, как вы думаете? Вот я даже снаряжение уже на себя нацепил соответствующее. Ничего не забыли, кстати? Ничего. Все в порядке. На всякий случай спрашиваю. Потому что работаем в прямом эфире. А здесь каска не нужна? Нет. Сейчас она... Я так высоко не заберусь, наверное, да? Ну, правильно. Я тоже так думаю. А узлы правильно завязали? Как называются узлы? Правильно. У вас узел восьмерка. На всех соревнованиях сейчас... Официально у нас единственный узел, который приемлем. Узел восьмерка и контрольный. Контрольный. Будем надеяться, что со мной ничего не случится. Так, ну я передаю вам микрофон. Я полез, друзья. Удачи. Вот так началось сегодня мое доброе утро на севастопольском телевидении. У меня у Сергея зацеплено... Мы передаем noble oluşность. Б味ла о любви. Пока за севастопольская DigioVo. Бред. Продолжение следует. Потому что, когда образ противavan сезон… Продолжение следует… Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...